Да, он устроился работать в Google, он был нищий мигрант из Индии, но благодаря упорному труду смог достичь того, что сейчас он генеральный директор Google, и его личное состояние 1,3 миллиарда долларов. Хочу рассказать эту очень вдохновляющую историю, как с низов парень поднялся. На самом деле его семья была бедна не только по меркам Америки, но и по меркам Индии. Чтобы вы понимали, его отец в месяц зарабатывал 63 доллара. Это очень мало, у них не было ни машины, ни телевизора, ни даже холодильника. Сам парень очень усердно учился, 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 у него была феноменальная память. Чтобы вы понимали, он поступил сам в Стэнфорд на бесплатную стипендию. Но был важный момент, чтобы ему эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, нужны были деньги. А авиабилет из Индии в Америку стоил как одна годовая зарплата его отца. Отец решил сделать ставку на сына, и сын поехал учиться в Стэнфорд. В Google он пришел в 2004 году обычным сотрудником, и когда он пришел, у них был только поисковик, еще не было Google Chrome. У кого-то, кто не верил, что нужно разрабатывать Google Chrome, ему приходилось самому чуть ли не в партизанских условиях разрабатывать Google Chrome. Google понял, что им срочно нужно делать свой Google Chrome только тогда, когда Microsoft на свой Explorer представил поисковик Bing. И Google исключил из предустановленных программ. Google понял, что если мы сейчас не сделаем Google Chrome, то все, поисковик Google нафиг никому не будет нужен. И вот как раз благодаря Google Chrome его повысили до вице-президента продуктовой разработки. В 2014 году его поставили возглавлять Android. И тут он тоже отличился. Он сделал облегченную версию Android, чтобы можно было устанавливать Android на слабые устройства. Он хотел выкупить Microsoft, его хотел выкупить Twitter, но он не ушел. Ему даже Google предложил 50 миллионов долларов за то, что он останется. И он был предан компании, он остался. И в 2015 году он стал генеральным директором самого Google. И сейчас, если его оценивать личные акции, то он имеет состояние 1,3 миллиарда долларов.